Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном нашем объекте, где мы провели работы по утеплению мансардной крыши. Также выполнили устройство пароизоляционного слоя. В данном видео покажу, какие работы мы провели и, собственно, какие есть моменты в устройстве пароизоляционного слоя, на которые стоит обращать внимание. Пойдемте посмотрим! Друзья, поднялся я на мансардный этаж. Сейчас вам покажу, как выполнена пароизоляция. В данный момент нахожусь в первом помещении. Здесь вот идет такой вот лестничный пролет. Будет холл. Обход ригелей достаточно уязвимое место. Нужно правильно выполнить устройство пароизоляции. На данном объекте для обхода ригелей, для примыкания пароизоляции мы использовали ленту FlexBand от компании DERKIN. Есть у нас также примыкание пароизоляции к стенам. Как оно выполняется? Приклеиваем вот такую вот ленту от компании Proclima. Texon ванна. Предварительно, перед тем, как лента приклеится, чтобы здесь вот она герметично была везде проклеена, не отходила. Вот эта вот пористая поверхность, здесь газобетон, предварительно она грунтует со специальной также грунтовкой от компании Proclima. Обратите внимание, вот здесь вот в этом месте сделана вот такая вот складка. На первый взгляд может показаться, что это небрежность, не натянули, не подрезали пароизоляцию. На самом деле в ней есть смысл. Кровля, так или иначе, она подвержена весовым, ветровым нагрузкам. Ну, соответственно, на кровле всегда есть подвижность. То есть она двигается. Понятно, что эта подвижность минимальная. Но чтобы у нас пароизоляция никогда не отклеилась от стены, и делается, собственно, вот эта вот деформационная складка, которая будет уже компенсировать какую-либо подвижность самой кровельной системы, кровельной конструкции. Вот. Деформационную складку мы сделали ко всем примыканиям к стенам. То есть она делается по фронтонной части. Вот здесь вот она тоже выполнена. Вот мы ее видим, да? И сделана по мурлату. Вот тоже имеется вот эта вот складочка. Крыша будет двигаться. Она будет у нас, соответственно, спокойно компенсировать это движение. И здесь на стене все останется герметичным. Почему вот эту вот ленту мы применяем на своих объектах? Ну, во-первых, объект передаешь, когда уже заходят отделочники. И выполняется уже здесь процесс штукатурки. Вот на эту ленту прекрасно наносится штукатурка. Видим, приклеили ее достаточно высоко. Соответственно, штукатурку можно прямо наносить будет до вот этой вот точки. Практически до обрешетки. Когда нанесется сюда штукатурка, соответственно, пароизоляция будет замкнута. Она будет еще находиться дополнительно под штукатуркой. Вот это вот самый оптимальный узел, самое оптимальное решение, на наш взгляд. Потому что использовать все-таки какие-то клеи, жгутики для проклейки к стене, ну, не совсем это герметично. И потом может возникать непонимание у отделочника, как им завести, соответственно, штукатурку на вот такую вот гладкую поверхность. А это практически нереально. А так и мы выполнили свою работу герметично. И уже передали под отделку следующей бригаде, у которой уже здесь узел понятен и сформирован. Вот такие вот места. Оскоп от крепления саморезов мы перекрываем вот такой вот уплотнительной лентой. Шаобенд. Перехлесты полотен пароизоляции все проклеены. Используем дельта мультибенд. Вот здесь вот у нас имеется еще одно помещение. Видим, также везде выполнена деформационная складка. В данном помещении установлено мансардное окно. Какие здесь есть моменты. Примыкание пароизоляции к мансардному окну мы выполняем с помощью TIX VDR. Это специальная лента. Очень хорошие у нее клейкие свойства. И она идеально подходит в оконный паз абсолютно любого производителя. Пароизоляция здесь держится очень хорошо. Далее при отделке она будет еще поджата отделочным материалом. Как замкнута пароизоляция на окне. Пароизоляцию кровли мы вывели специально сюда с небольшим запасом. Далее сделали вставку, которую завели непосредственно на окно. И все перехлестки, которые у нас получились, мы проклеили. Сверху выполнено также по аналогии. Здесь вот у нас уже идет третье помещение. Как я уже сказал, деформационная складка сформирована. В данном помещении у нас имеется карнизный комплекс, состоящий из двух мансардных окон и двух карнизных. Вот эту вот зону мы всю полностью утеплили, откосную часть. Пароизолировали. Примыкание, как я уже сказал, к оконной конструкции к окнам мы выполнили с помощью TIX VDR специальной ленты. Вот так вот выглядит уже реализованный объект. Примыкание к трубам еще покажу вам. Здесь мы использовали ленту также FlexBand, но с маркировкой FG. Она идет более эластичная, модифицированный каучук. Применяется в ее изготовлении. Она позволяет вот эти вот круглые конструкции наиболее качественно и герметично проклеить. Вот здесь вот идет, соответственно, фановая труба будет, фановый стояк. Вот такие вот столкнулись мы с такими вентиляционными системами. Что мы тут сделали? Дополнительно утеплили, применили спененный каучук металлизированный, проклеили, соответственно, вот этот вот весь металлический каркас и пароизоляцию замкнули непосредственно на него. Видимо, здесь вот у нас идет проклейка пароизоляции посредственно к стене. Таким вот образом получилось все абсолютно герметично и надежно. Вот такие вот работы мы провели. Всем пока, друзья. До скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч. Продолжение следует...